Сегодня будет рассказ невероятный, сумасшедший, не вписывающийся никаким образом в представление нашего социума. Вообще никак, нигде и нисколько. Но он есть, и я бы хотела, чтобы он сохранился в истории, потому что чем больше времени проходит, тем больше затирается информация у меня в памяти. Остаются видео, они есть, да, видео работы, видео, что мы меняли, как мы меняли, что происходило видео, какие рекомендации были даны, как родители над собой работали, какие включения были, какие результаты потом поприходили. Все это есть, оно в разбросанном варианте, пока нет человека, который будем их объединить, смонтировать и так далее. То есть нет пока тех возможностей, чтобы это все передать, ввиду того, что валится очень много информации обратной. Люди пишут, и я благодарна за эту обратную связь. И вот этими видео я хочу сохранить хотя бы сами истории. Сами истории для того, чтобы они остались для тех, кто может наступить на аналогичные грабли. То есть это опыт, это жизненный опыт других людей, которые вы можете использовать в своей жизни. Итак, эта история началась где-то в конце февраля. Мне написала женщина о том, что она посмотрела ролик по аутизму, и у нее, у ребенка эпилепсия. Можем ли мы помочь? Но дело в том, что я не врач, я не разбираюсь в заболеваниях. Я могу посмотреть там, из-за чего прилетело, да, кармические вещи. У меня больше экстрасенсорная все-таки такая направленность. И когда я услышала диагноз эпилепсии, я отнеслась абсолютно спокойно. Я знала женщину, которая нормально заговаривала, используя гипноз, и у людей снимались приступы. Давно это было, мир праху ее. Но у меня как-то это и ассоциировалось. Я знала, что болезнь тяжелая, болезнь неизлечимая. Но при этом гипноз в этих случаях эффективно работал, помогал. Поэтому я сказала, да, мы возьмем консультацию. Сделаем. И дальше началось невероятное. Когда мама прислала диагноз, у меня был шок. Я поняла, что, наверное, не надо было брать. Но до диагноза мама прислала фотографию ребенка. И когда я посмотрела в глаза ребенку, мой шок, видя диагноз и фотографию, был еще больше. То есть, согласно диагнозу, клинический диагноз, детский церебральный паралич, смешанная форма, симптоматическая фокальная эпилепсия, распространенный поток развития правой лобной доли, умственная отсталость тяжелой степени, требующая постоянного ухода. Ему была проведена операция дисконнекция права полушария мозга. Результатов после операции не было. Ребенок не ходит, ребенок лежит, ребенок не разговаривает. Когда я читаю про умственную отсталость тяжелой форме и смотрю в глаза ребенку, у меня это не стыкуется в голове, потому что я вижу осознанную старую душу, которая кричит о помощи. И вот это у меня вызвало шок. Понимаете, это такое ощущение, что корабль тонет в океане, ты не знаешь, какой это корабль, это лодка или это огромный корабль, и ты не знаешь, сможешь ли ты оказать ему помощь, но при этом ты слышишь сигнал СОС. Мы пошли в работу, работа была тоже тяжелая. Даже в самые сложные моменты просто выключились микрофоны, чтобы не травмировать в дальнейшем саму мать. Это было связано с кармой, кармой жесточайшей, кармой, которая прилетела из ее собственной инкарнации, причем там уже ни одну жизнь не налетела. Я жалела психику Андрея на самом деле, потому что, понимаете, когда мы работаем с такими вещами, я как на МКС нахожусь в самом корабле, а Андрей ходит в открытый космос. И он как бы ничем не защищен, он идет в эти событийные ряды, он работает, он погружается, он меняет. То есть, чтобы там работать, надо невероятно устойчивая психика, нормальная, которая будет нормально воспринимать эту информацию. Суть была, я вкратце скажу, не буду углубляться совсем целиком, суть была в том, что была одна из жизней у этой женщины. В этой жизни она великолепная женщина, ей просто благодарна, она реально очень быстро меняется, она очень осознанный человек, она перенесла очень много боли. Но там была одна из старых инкарнаций, где она убивала детей. Она убивала жестко, просто головой об камень младенцев, то есть, там было кровавое месиво. И ее душа, она протестовала, была точка выбора, принятия решения, когда она могла отказаться от этого, и она не сделала этого. И душа в наказании обрекла 20 жизней, расти детей с младенчества и дальше с полной умственной отсталостью, с параличом совсем, то есть полностью лежачих детей, и так 20 жизней. И все попытки сразу выйти на душу и переписать сценарий, они как бы, душа категорически была против, это наказание. В какой-то момент все-таки, все-таки, я не буду рассказывать работу, душа согласилась. Душа согласилась, сторговалась. И началась работа. Началась работа, душа проговорила, что надо делать. Душа сказала, что отпустит уже и в этой жизни. Душа пошла навстречу душе этого ребенка. То есть, этот ребенок, он действительно неимоверный на сегодняшний день. Это очень старая, осознанная душа. И я понимаю, что вот лежачий ребенок с тяжелой формой умственной отсталости, с эпилепсией, с ДЦП и так далее, когда мы залезли в структуру психики, там полное нарушение и по высшему я, и по эго, полное отсутствие программы ума, отсутствие инстинктов, там просто невероятно. То есть, любой здравомыслящий врач, человек в нашем социуме скажет, это невозможно, это все, да, ну, капут. При этом, мы решили, что мы будем просто выполнять, у нас тоже опыта работы с таким не было, мы будем просто выполнять то, что говорит душа. Душа ребенка сказала, что первые результаты она выдаст к 28 апреля, результаты, которые сможет заметить мама при определенных условиях, при тех условиях, которые будет выполнять мама. Мама невероятная, мама, респект и уважуха, просто невероятная мама. Она не просто выполняла, она даже некоторые вещи, уже сама чувствуя наперед, что это понадобится ребенку, она уже подключала. Понимаете, вот это родители, родители спасают детей, а дети учат любить родителей. И первые моменты, которые она заметила, были достаточно быстро, но она, в принципе, сомневалась, потому что, сами понимаете, 28 апреля было не скоро, оно еще не наступило, еще две недели до 28 апреля. Но сегодня я получила письмо и поняла, что этот материал надо выкладывать, потому что души будут резонировать, души будут осознаваться благодаря таким материалам. И я рада, что процесс пошел, потому что он идет, в принципе, даже с опережением графика, как говорила душа. Вы с Радамиром работали 7 марта 2019 года, вот даже не февраля, а март. Почти сразу мы заметили, что он старается произносить новые звуки, но так как он у нас болтун еще тот, я все еще сомневалась, писать вам об этом или нет. Болтун – это значит, что он очень много звуков издает, да, то есть речи и слов нет. Теперь уже точно могу сказать, что новые звуки появились. Иногда он пытается даже как длинное предложение говорить, но пока это выглядит, как маленькие дети на своем языке пытаются нам сказать. Однажды мне показалось, что он сказал «мама». Как-то говорила с сестрой по телефону рядом с Радамиром, и спрашиваю у него «ты соскучился по бабушке и дедушке, хочешь поехать к ним тусоваться?» Ну вот опять совпадение, он говорит «да». Но это не так четко звучит. Также у него 30 марта примерно был большой подъем температуры. Один день 39 с хвостиком. В какой-то момент я сбила, но температура сильно не упала. Больше не сбивала. Два дня мысленно думала, что если перевалить до 38,5, я собью. Что я вижу в течение дня было 38,2, 38,3. Так весь день его колбасило. Третий день уже 37, 4, 36. Потом увидела ваше видео, где вы говорили, что у ребенка был подъем температуры для включения иммунитета. Да, такое и есть. Когда формируются новые нейронные связи, и потом включается иммунитет, оно идет вместе, параллельно вот эти вот вещи синхронизируются, то бывают броские температуры без проявления инфекционного заболевания. То есть мы уже с этим делом сталкивались. Просто душа говорит «ничего не делайте». Также пошли рефлексы по телу, как говорил Андрей, когда делала ему массаж легкий, заметила это. Подключили позвоночник с помощью пиявок. Вчера сделали последнюю постановку на верхнем отделе, увидели, как у него во время сеанса такой рефлекс по телу пошел необычный, как будто он подключился. Да, вот это то, о чем мы говорили, что у него не были сформированы рефлексы. И они сейчас один за одним должны включиться. Там тоже огромный кусок работы по физическому телу. Очень надеюсь, что у нас получилось. У него на пиявок очень хороший результат. Мы это начали где-то за полтора месяца до того, как вы с ним поработали. Заметили, как приступов меньше становилось и спал лучше. Но мы еще не работали с позвоночниками. И тут Андрей говорит, что надо подключить позвоночник. Мы сразу стали делать постановки на позвоночник. Постепенно снизу поднимались вверх. Наталья, я смотрю ваше видео. Видео прям вообще так мне хочется. Все это хорошо заходит. Вообще свое письмо хотела начать с того, что я вас очень люблю. Спасибо огромное. Я вас тоже очень люблю. Я очень люблю родителей, которые любят своих детей. Которые занимаются своими детьми. Которые вот в таких тяжелых ситуациях не теряют надежды. И которые замечают даже малейшие изменения. Понимаете, когда мать видит, что появляется новый рефлекс. Это большой кусок пройденный. Это пройденный мамой кусок. Она отработала кусок своей кармы. Для души мамы вообще результаты у этого ребенка по тому, как сказала душа. Она обещала относительно уже проявленные результаты реальные через три года. Когда у него начнут включаться рефлексы на включение, чтобы он ходить в дальнейшем смог. То есть три года ему еще по прогнозам души было лежать и восстанавливать, чисто нарабатывать вот эти все вещи. Но по речи изменения к ноябрю должны быть такие уже относительно. Когда будет понятно, что он хочет. И осознанность будет постоянно проявляться. Программа ума будет развиваться. Там куча всего. Но для меня важно. Карма закрыта. Карма закрыта. Мама свободна. Мама уже не 20 жизней будет вот так растить детей. Мама уже со следующей жизни полностью свободна. Но она уже в этой жизни будет свободна. У мамы будет формироваться своя история жизни. А историю жизни Радомиру мы еще будем формировать. Тогда, когда это будет возможно. Это где-то к осени. Когда уже можно будет закладывать его собственную историю. Сумасшедший дом, да? Я тоже думаю, сумасшедший дом. Но эта история должна остаться. В этом мире ничего не происходит бесследно. Карма передается. Карма – это всего лишь информация с энергией. И информация, которая заложена в карме – это ваше решение. Если вы в своем решении, и не важно, какое это решение, есть решение отказаться от еды. И тогда в следующей жизни вы будете отрабатывать карму, как согласиться есть. Можно отказаться от денег. И в следующей жизни вас жизнь будет учить, как принять эти деньги. Можно отказаться от ответственности. И тогда следующая жизнь будет построена на том, как научить вас ответственности. И так далее. Это решение, любое решение обволакивается энергией и учит вас гармонии, да, учит вас балансу. Вот как-то так. Я буду благодарна далее маме, когда она будет присылать результаты, будем монтировать, будем делать. А вот сейчас эта история просто сохранится так, как она есть. Как она есть, чтобы мы ее помнили и могли в дальнейшем сами люди думать перед тем, как они совершают нечто и принимают какие-то решения, которые в дальнейшем могут повлиять на их жизнь.